Татьяна Мужицкая И в результате читатель увидел новые грани себя, наполнился новыми ощущениями или просто разрешил себе быть таким, какой он есть, то есть вы разрешили себе быть такими, какими вы являетесь. За эти несколько лет жизнь еще сильнее спрессовалась, особенно в крупных городах, конечно. Еще больше информации, шума, скорости, еще больше эмоциональной нагрузки и еще меньше времени для себя. Соцсети стали сильнее объединять, но и разъединять стали тоже сильнее. Еще жестче стали требования общества, как надо жить, чтобы оставаться хорошим. Некоторые организации уже даже начали проникать на духовный уровень, навязывая своим сотрудникам корпоративные ценности и идеалы. Знаете, о чем я говорю, наверное. А значит, нам с вами становится все сложнее оставаться собой в чужих шаблонах. Однако, внутри каждого из нас остается все тот же хрупкий, нежный, яркий, мощный, единственный и неповторимый в целом мире я, который все так же хочет любви, принятия, быть нужным и жить осмысленной жизнью. Вот на этом уровне здесь ничего не изменилось. А значит, наша книга все так же продолжает быть полезной. Нужно уметь слышать и понимать друг друга в этом внешнем шуме. Мы решили добавить в книгу тексты про инструменты коммуникации, в частности, про метафоры и ритуалы. А иногда важно не что говоришь, а как. Чтобы донести свою мысль, нужно точно подобрать образ. Кроме того, иногда традиции, которые транслируют чувство принятия ближести, гораздо важнее слов. Непонимание и неискренность – это то, что вредит отношениям. Именно поэтому мы включили в книгу текст о чувстве вины. Еще один текст о творчестве – это шанс остаться живым в большом городе, несмотря ни на что. Ну, вообще, это просто наш сыр и любимая тема, чего уж скрывать. Однако, общая идея книги осталась все той же. Измени жизнь, оставаясь собой. Это самое главное. Будь собой, даже когда весь мир пытается заставить тебя жить по чужим образцам и лекалам. Нам хочется, чтобы это настроение принесло вам вдохновение и свободу. И даже если вы читали эту книгу несколько лет назад, вы сможете прочесть ее совершенно по-другому, а вернее даже послушать в исполнении автора. Поэтому давайте договоримся, как будто бы мы с вами ведем беседу, разговор, как будто бы я задаю вам какие-то вопросы, вы на них отвечаете. Можете даже иногда делать паузы в прослушивании для того, чтобы что-то отдумать. Можете даже мне что-то отвечать. Возможно, я где-нибудь там это даже услышу. Дело в том, что за эти годы, скорее всего, мы с вами прошли долгий путь, изменились и мы, и наше восприятие. Поэтому еще раз, даже если вы читали эту книгу несколько лет назад, то сейчас, возможно, вы воспримете жизнь сквозь призму новых задач и воспримете эту книгу совершенно иначе. Потому что мы все так же вкладываем сыры в эту книгу, всю энергию наших любящих сердец, нашу веру в то, что все к лучшему и все возможно. Мы старались и стараемся писать и говорить легко. Мы понимаем, насколько силен информационный пресс вот этот, который сейчас у нас есть. И нам хочется, чтобы вы, знаете, отдыхали во время чтения и прослушивания. В то же время мы стремимся достичь эффекта присутствия, как будто мы с вами сидим в одном кафе или едем в прекрасном поезде и разговариваем на важные темы. Ну, между прочим, это тоже сейчас является роскошью. Не всегда и не со всеми можно говорить о важном безнаказанно. И если вы будете отвечать нам и комментировать про себя, то, знаете, мы все равно слышим. И спасибо вам за то, что в тот век, когда обо всем уже написано в Фейсбуке, Инстаграме, Гугле и Яндексе, вы все-таки выбрали эту книгу. Это делает вам честь, ну, это делает комплимент вашему вниманию и работе вашего мозга. Мы с вами, друзья. Однажды вычеркнув из жизни все то, что делал, не любя, вдруг неожиданно встречаешь себя. Пирожки. Предисловие. Ну что, ты уже написала книгу, спрашивают меня бывшие однокурсники. Нет, еще отвечаю я. Не хочу я писать эту вашу психологическую книгу. Этот ваш очередной серый учебник, полный терминами, это кладбище опыта. Не хочу. А что, других вариантов нет? Нет. Ну, в смысле нет. Ну, то есть да. Вот я бы написала бы такую книгу, чтобы она вот светилась оранжевым светом, чтобы человеку было легко и интересно ее читать, чтобы хотелось цитировать, чтобы можно было начинать с любого места. Понимаете, чтобы она открывала глаза на простые и неожиданные вещи. И еще, чтобы эта книга, ну, как бы слегка пощипывала за бока, призывая расти, развиваться, манила горизонтами и давала хорошее настроение. Понимаете? Но вы же знаете меня. Я всегда куда-то бегу. Так что не до книги. Пусть на тренингах и передачах участники сами записывают свои интересные мысли. После этого диалога прошло много лет. Я вспоминаю его и улыбаюсь иногда, чтобы написать книгу, одного намерения недостаточно. Еще очень важна роль счастливого случая. Вот уже 25 лет я занимаюсь психологией, распространяю этот вирус везде, где появляюсь, меняя представление о психологах. Много лет я не знала, как поступиться к книге. И вдруг его величество случай свел нас вместе с моей доброй литературной феей Ириной Белшевой. Она называет себя писатель-призрак. Я бы от себя еще добавила рассказчик «Солнце», исследователь, не знающий границ. Вначале, когда мы еще совсем не знали друг друга, нас подружил Высоцкий и его прекрасная аудиокнига, как сейчас говорят, а тогда еще пластинка «Алиса в стране чудес». Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Это был пароль, на который последовал отзыв. Ты уже переросла эту сказку, Алиса. И мы поняли, что нашли друг друга. Беседуя с Ириной на самые разные темы, я испытала совершенно неведомые ранее чувства. Как будто до этого я все время ездила по одной и той же дороге и вдруг пересела в вертолет. И оттуда, с высоты, вся картина представилась системной, прекрасной, наполнилась удивительными подробностями, а главное, обнаруживалось еще много дорог рядом. С тех пор, как наша первая статья была опубликована в журнале «ГАИС Женерейшн», прошел не один год. До сих пор мы благодарны за понимание и принятие редакции этого журнала и главному ее редактору и основателю Маргарите Озеровой. Это, кстати, еще один счастливый случай в нашей судьбе. Далеко не последний. Утренний полупустой Макдональдс. То самое место, где мы записываем очередную историю на тему вроде такой. Что и как стоит сказать Вселенной, чтобы она обнаружила и выслушала тебя? Здесь бодрая толпа клерков, здесь посетителей донимают попрошайки с виноватыми лицами, здесь рядом за столиком сидит группа деловых людей в дорогих костюмах с документами и калькулятором, которые завороженно слушают какого-то своего главного, может быть, это будущий лидер сетевого маркетинга по продаже ковриков или мясорубок, я не знаю. Может, они обсуждают какой-нибудь миллионный контракт. А за другим столиком несколько очень ухоженных дам, милых, седых, интеллигентных, сложно причесанных и аккуратненьких, как куколки в трикотажных костюмчиках, которые предусмотрительно прихватили сюда, к казенному кофе, домашние плюшки. Вот же причудо встречаться с утра. Но вечером некогда, вечером надо бежать готовить ужин, наводить уют. Как бы ни отличались друг от друга люди вокруг нас, как бы ни разнились их жизни, их заботы, их неповторимые истории, есть то, что их объединяет. Они все хотят радости и тепла. В каком бы строгом пиджаке ни ходил человек, сколько бы у него ни было подчиненных, ему надо для кого-то обязательно быть единственным и неповторимым, правда же? В какие бы латы ни был закован человек на людях, ему нужно место, где он может позволить себе быть слабым. Ну а чтобы вас любили и принимали такой, какой вы есть, вы должны вообще-то сами с собой познакомиться поближе. Всем знакомо. На словах мы хотим одного, а делаем почему-то, ну, вообще совершенно другое. Ну, например, мы мечтаем об одной профессии, а занимаемся совершенно другим делом. Мужчина и женщина любят друг друга, но от чего-то лет 20 уже сходятся и расходятся, вот при этом искренне недоумевая, почему бы это. Мы намереваемся заняться спортом. Кстати, вот сколько раз вы уже намеревались заняться спортом, да? Вот, мы намеревались заниматься спортом, а вместо этого проводим выходные на диване перед телевизором. Мы отправляемся в магазин за важной вещью, например, ковром или шкафом, а возвращаемся с очередной мягкой игрушкой, уже десятой в хозяйстве диванной подушкой и разделочными досками, красиво разрисованными. А потом, разглядывая все это добро, мы недоумеваем, как это мы могли купить-то вот это все. И почему мы страдаем, когда сознательно стремимся быть самим совершенством, получать высшие оценки по всем предметам? Что же происходит? Наши бессознательные не обращают внимания на то, что мы декларируем, но целенаправленно ведет нас по пути наших истинных желаний к нашим подлинным целям, в которых мы иногда не можем признаться даже самим себе. Поэтому, чем больше мы будем всматриваться в себя, и чем лучше станем осознавать себя, понимать подлинную природу своих желаний, ну, тем меньше в нашей жизни будет абстрактных благих намерений всяких, тем реже мы будем наступать на одни и те же грабли, и тем меньше разочарования мы будем испытывать. А чем в большем согласии с собой мы будем жить, тем больше радости появится в нашей жизни. Если не бороться с собственной природой, то все получается. Для этого надо просто использовать ее по назначению. Узнать свое подлинное «я» можно по-разному. Если посмотреть вокруг, то обнаружится масса проекций, отражений нашей личности. Вот скажи мне, чего ты боишься, и я скажу, кто ты. Скажи мне, какие у тебя дети, и я скажу, кто ты. И скажи мне, какие фильмы ты смотришь, какие сны тебе снятся, о чем ты мечтаешь, и я скажу, кто ты. Вот и разберемся как раз. Наше подсознание, наш внутренний мир постоянно посылает нам сигналы, которые мы иногда принимаем за знаки от мироздания. Но как их расшифровать? Ведь если мы поймем, кто мы и какие мы, если мы сами научимся читать послания, которые наше «я» бессознательно транслирует в окружающий мир, мы сможем осознанно подходить к этим месседжам. Мы сможем что-то менять и предъявлять мир лучшее из наших «я» и получать адекватный ответ от мира. Как мы с Ириной пишем вместе, этого мы, конечно, рассказать не можем. Мы сами не знаем, как это получается, потому что мы очень разные. У нас разный темперамент, разный жизненный опыт, разный взгляд на решение вопросов. Но самое главное, мы лобби твердо знаем, что даже если в машине одновременно прокололось колесо и сел аккумулятор, и такое случилось на парковке в неположенном месте, это к лучшему. Это знание, вот правда, нас никогда не подводило, хотя нам неизвестно, какие законы здесь действительно задействованы. Мы просто знаем, что человек может всё. Мы большие любители искать приключения на свою голову, браться за разные неожиданные проекты, например, путешествовать по нестандартным маршрутам, писать книги, вести телепередачи, учиться танцевать танго, записывать диски с песнями, строить какие-то вообще невероятные дома на Ольхоне. Мы убеждались неоднократно, если ты чего-то очень хочешь, ну, не просто очень, а вот так, знаете, прямо очень-очень-очень, вот чтобы аж дыхание останавливалось, то это обязательно сбывается. Все силы мироздания вот буквально спешат к тебе на помощь в этот момент. Кроме того, мы думаем, что знаем лекарства от всех бед. Это лекарство называется активная деятельность и творчество. Это очень простые и доступные средства. Не надо писать картины, как Репин, а стихи, как Пушкин. Все равно вам Пушкиным не стать, это плохая новость. Хорошая новость, вы можете стать самим собой. Но как только вы выучите новое слово, попробуйте сделать шаг в новом танце, посадите цветок, поговорите с неожиданными людьми, придумайте детям какую-нибудь необычную игру, какой бы дурацкой она вам ни казалась, в этот момент что-то у вас изменится. Проверено. Кстати, один знакомый художник рассказал нам, что у Репина того самого, который был вообще большой-большой труженик, у него под старость отнялась рука. «И что?» спросили мы после паузы с легким драматизмом в голосе. «А ничего, он начал рисовать левой рукой, потому что рука для художника не главная». И, наконец, самое важное для нас радость. Попробуйте просто улыбаться жизни. Полицейскому, который выписал вам штраф, когда в неположенном для парковки месте в вашей машине сел аккумулятор. Начальнику, который пришел на планерку после того, как в неположенном месте у него сел аккумулятор, его оштрафовали. Не знаем, как вам, а нам обычно эта простая техника помогает избегать проблем, сохранять душевное спокойствие и узнавать еще больше интересных историй. Сейчас мы уже представить себе не можем эти захватывающие исследования друг без друга. В общем, этой книги бы не было, если бы Ирина не докапывалась до сути, не ставила вопросы под неожиданным углом, не находила парадоксальные примеры, не вдохновлялась бы новыми темами и не теребила бы меня. А я утонула бы в тренингах, проектах, телесъемках, радио и консультациях. А между тем, именно книга обладает проверенной веками магией, именно книга побуждает к творчеству и приглашает читателя в соавторы. И слушайте в данном случае. Я желаю вам, чтобы прослушивание этой книги принесло вам еще больше прозрений и эмоций, чем мы получили в процессе ее написания. Эта книга живая. Она задает вопросы, иронизирует, дышит, подмигивает, смеется. И во многом это происходит потому, что мы писали ее вдвоем. И пусть наша книга станет для вас приятным компаньоном, а может быть даже другом, предлагающим новые идеи и нестандартный взгляд на простые вещи. Светло и легко. Ваша Татьяна Мужицкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...